Это Rankom Sparrow 2, на линзе 2.1 мм, и больше здесь ничего особенного не написано. Это PAL версия 4х3. Вообще, Sparrow должна быть 16х9, нет? Сейчас посмотрим. Я сейчас полистал, все-таки камера оказывается 4х3. Несмотря на то, что первое Sparrow было чисто 16х9. Как говорят, вот эта камера отличается невероятным качеством изображения, но это нам втирали уже, в принципе, давно. Будем смотреть на практике. Кроме того, отличается очень-очень крутым VDR. VDR это широкий томический диапазон, когда у вас и самые светлые, и самые темные области все еще видны. Они превращаются либо в темное, либо в светлое пятно. Комплект поставки абсолютно обычный. Здесь такая же скоба, как и на любых других камерах. Силиконовый проводок, на всякий случай. И пультик, пультик, огромный пультик. Учитывая, что Фоксир стала класть пультики, которые вот такого размера, в 4 раза меньше, чем у этот, ну, не знаю. Хотя, возможно, такой пультик сложнее потерять. Спереди у камеры не особо много компонентов, но сзади они, конечно же, битком набиты под вот этой приклеенной подложкой. У этой камеры есть две версии. Первая версия это вот эта, вторая версия, то есть Sparrow 2 Pro. Отличается она, на самом деле, не очень многим. По железу это все то же самое, но она зато закрывает корпус целиком. Выглядит вот так вот. Закрывает корпус целиком и имеет более крупную линзу, стандартного размера линзу, которая вкручивается в этот большой корпус. Камера тяжелее, но лучше защищена, и, по идее, у нее, возможно, чуть лучше работа в позднее вечернее время. Поскольку я буду летать в основном днем, Pro-версия мне не нужна, поэтому я взял себе Rankom Sparrow 2 обычную. Она, кроме того, еще и достаточно легкая. Камера весит всего 4,8 грамм, когда ее аналоги, например, вот обычная Arrow, весит уже 5,8, то есть на грамм больше. А, подобно Фоксиру, в последних версиях Rankom перестала писать, какого размера сенсор, но я думаю, сенсор не очень большой, поскольку подложка, но она действительно очень маленькая. Даже не треть дюйма, возможно, это что-то еще мельче, но достаточно маленький сенсор. Надо будет проверить обязательно в вечернее время, как снимает эта камера. Сзади у нас огромное количество различных выводов. Сейчас будем смотреть инструкцию, что там написано. Если закрыть крышечку, то видно, насколько много у нас шумов. Чуть позже мы, конечно же, проверим, как она показывает в вечернее время. У нас есть обычное стандартное меню, где вы можете выбрать, опять же, цвета, насыщенность, контрастность, резкость, но я ничего трогать не буду. Я полагаю, что камера уже настроена, и будем проверять на стоковых настройках. Конечно, их можно подкрутить, как вам нравится, но так можно сделать с любой камерой, подкручивать их в ту, в другую сторону, тогда это будет как бы неодноравнозначная настройка. Есть также настройка баланса белого, которую можно менять и вручную настраивать, и в автоматическом режиме. Блин, чертов, Unify перегрелся. А вы говорите, дешевые китайские передатчики отключаются, перегреваются. Хотя Unify работает на 25 мВт, его приходится немножко охлаждать иногда, если он долго стоит, он отрубает картинку. Также можно выбрать язык, и можно выставить настройки обратно с завода. Если вы очень много чего-то перекрутили, то, возможно, вам придется вернуть настройки на заводские. Если вы нажмете и подержите кнопочку влево достаточно долго, то у вас появится возможность калибровать. Последняя цифра, то есть вы можете поставить 5.0, 5.9, 4.9 и так далее, в зависимости от того, сколько у вас показывает, чтобы точно показывало столько, сколько нужно. Если вы нажмете и подержите вправо достаточно долго, то у вас будут переключаться пресеты. Смотрите, сейчас Outdoor, сейчас Indoor, потом Cloudy, Twilight, то есть это вечернее время, и персональный режим. То есть это то, что вы настроили там внутри. Если вы поставили какой-то другой режим, кроме персонального, и зашли снова в меню что-то поднастроить, то режим снова переключится на Personal. Также, если вы нажмете и подержите долго вверх, то у вас появится меню OSD, где вы можете выбрать все, что вы хотите. Вы можете вписать то, что вам нужно. Назовем камеру ранком Anik. Хорошо. А также вы можете задать напряжение, при котором OSD-шка начнет моргать и сообщать о том, что напряжение село. Очень удобная фишка. Также можно включить или выключить отображение пилота, таймера, вольтажа и горизонт. Очень интересная фича, которая вам всегда показывает горизонт. Она просто показывает несколько тире посередине экрана. Больше, в принципе, она ни для чего негодна. Зачем эта штука нужна, сказать сложно. В том же, например, Betaflight OSD есть прицел посередине, который можно использовать. Если вы хотите отобразить имя пилота где-то наверху, это не проблема. Например, раньше можно было это отображать только внизу. Сейчас можно по всему экрану гонять эти надписи и устанавливать именно там, где вам действительно этого хочется. Сейчас я обязательно, обязательно залакирую камеру, поскольку платка не загермечена у этой камеры. И после этого пойдем тестировать. Я, конечно же, запишу это все на новую DVR-ку. Посмотрим на их качество DVR-ки, а заодно и заценим камеру. Погнали! Смотрите, парни, Фазан настоящий такой жирненький. Давайте пойдем посмотрим на него поближе. А Фазан и умеет летать? Ну, по-моему, умеет. Ой, как он побежал. Иди сюда, Фазан! Иди сюда! Вот, сегодня мы собрались для того, чтобы протестировать рангом Sparrow 2, не про-версию, но они отличаются, по-моему, только линзой и корпусом. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Слева у нас ранг МДВР, справа у нас очки Skyzone. И, на самом деле, у Skyzone даже битрейт немножко повыше. Там в районе 12 мегабит битрейт, что, ну, на четверть, наверное, приблизительно больше. Хотя все равно я считаю, что это достаточно мало. Как видно, без помех слева картинка выглядит гораздо приятнее, чем справа. То есть вы видите именно картинку с камеры, без всяких дополнительных отвлекающих факторов. Просто смотрите картинку, именно можете ее сравнить без того, чтобы картинка становилась черно-белой. Съезжали цвета из-за того, что вы там какую-то помеху поймали и так далее. Ну, а теперь придется немножко заняться разносом. Потому что, на самом деле, камера, ну, звезд сразу, скажем, с неба не хватает. Мне она, на самом деле, не очень, ну, зашла. Скажу сразу, некомфортно по ней летать. И связано это с несколькими факторами. Давайте на них посмотрим поближе. Во-первых, посмотрите вот здесь вот, например, на картинку. Здесь картинка, ну, более-менее соответствует реальности. Серый асфальт, зеленая трава, правда, очень сильно насыщенная. Ну, ладно, что тут поделать. И относительно синее небо. Цвета более-менее меня устраивает, кроме того, что они перенасыщены. Крутим чуть-чуть вперед, и картинка становится фиолетовая. Это очень неприятный оттенок, который был, например, очень сильно распространен в старых CCD-шных камерах, когда вы там против солнца резко смотрели или еще что-то. Но, и это не все, крутим чуть-чуть вперед, и картинка становится резко зеленой. То есть резко меняет свой баланс белая картинка, и это очень неприятно. Это очень резко меняет восприятие картинки. Картинка постоянно полосит разными цветами, а вот она становится еще зеленее. Смотрим здесь у нас на небо теперь. Ну, оно сейчас понятно, немножко в голубой цвет сваливается, но это более-менее нормально. Здесь он становится вообще каким-то морским голубым. Переворачиваемся дальше, здесь он начинает зеленеть, и вот так вот переворачиваясь, мы получаем какой-то странный оттенок неба. Но здесь еще прилично. Там были некоторые моменты, где вообще небо становится фиолетового цвета. Также опять с балансом белого. Ну, здесь он вроде как, ну, относительно приемлемый, да. То есть крупнее чуть-чуть дальше, он становится немножко зеленит, после этого начинает желтить, фиолетовить, и в какой-то момент он возвращается в более-менее как бы норму. Против солнца также, кстати, присутствует белесая такая тень, как в камерах Predator. Она дает чуть большую возможность разглядеть, что там внутри. Это широкий динамический диапазон так работает, но некоторым это не нравится. Некоторым, например, нравится, как работают камеры Eagle, либо камеры, как называется, Monster, Monster. Вот здесь, например, в какой-то из моментов картинка реально фиолетовая становится. Вот здесь реально, ну, если вы не замечаете, трава становится желтой, хотя она на самом деле зеленая. Чуть крутим вперед, в принципе, нормально, закатное солнце. И вот здесь она превращается в картинку со старых камер Foxeer, где у нас очень преобразовался синий цвет. Картинка синит явно. В какие-то моменты камера показывает реально хорошую картинку. Вот здесь, например, летим, и картинка классная. Она насыщенная, в ней хорошо все разглядеть, хорошая контрастность, и ничего, в принципе, не предвышало бы беды. Но прокрутив чуть-чуть вперед, она начинает желтеть. Вот здесь она начинает резко фиолетовить, и так далее. Но по поводу широкого димунического диапазона, стоит сказать, что он действительно работает неплохо. Вот здесь она прям против солнца. Видно, что ветки здесь есть, каждую веточку видно. И несмотря на то, что позади яркое солнце, камера справляется. Она вытягивает все детали. Летать по такой камере, конечно, информативная достаточно тема. Также хотелось бы немножко наехать на вот эти вот все темы. Очень много, прям реально очень много вот этих вот вещей, всяких бликов на камере. Вот здесь видно хорошо, например, здесь, ну, вроде как все в порядке, летим, летим, летим. И бах, и вот здесь вот, например, в этой части картинка начинает резко светлеть. Здесь потом появляется блик, здесь появляется потом еще один блик, лучи. Вот здесь опять блики. То есть пока летишь, и хоть где-то есть какой-то источник освещения, вот опять же блик был резкий, причем еще достаточно крупный. Постоянно есть какие-то блики, и они достаточно сильно отвлекают. В кадре постоянно что-то моргает. Вот здесь опять же вот летим. И вот здесь какое-то вот здесь пятно. Потом появляется вот здесь пятно, здесь пятно, здесь пятно. Я не знаю, возможно, как бы это просто неудачная линза или что-то такое. Я, например, у других камер такого особо проблемы не замечал. Прям реально очень много проблем с камер, с бликами. Возможно, проблему исправит, если вы купите, например, Pro-версию камеру, которая крупная линза, чуть больше лучшего качества. И в какой-то момент картинка становится просто вот такой вот. Она становится просто зеленой. Камера ничего не знает, что делать. И я несколько моментов таких находил, когда камера просто, ну, не знает, в какой цвет я в конце концов переключился. Вроде как летели, вроде как нормально. Баланс белый, хоть и немножко холодноват, но нормально. И здесь я делаю резкое движение вниз. И ей нужно достаточно много времени, чтобы перестроиться. Но в то время, как другие камеры в этот момент, они плавно перестраиваются, эта камера перестраивается очень резко. И мало того, что вы нифига не видите вот в этот момент, так еще и после все начинает фиолетового цвета отображаться. Ну и сложно, сложно. Я бы сказал, что лучше было бы, если бы они, например, подержали еще камерку чуть подольше и немножко подкрутили настройки. Возможно, эту проблему можно решить, введя, например, ручной баланс белого, но каждый раз его надо будет перестирать. Поэтому подключайте, например, камеру контрола, настраивайте камеру каждый раз отдельно. Теперь попробую поговорить о вечерней съемке. Камера очень сильно шумит. Я сначала попробовал поиграться с настройками, убавил в минус яркость, добавил на максимум, потом поигрался с контрастом. Поповышая контраст, вы, конечно, повышаете считаемость картинки, но насколько это реально лучше становится, сложно сказать. С таким количеством шума, вот я, например, показываю пальцы, вы видите пальцы? Я не вижу. Они, в принципе, как-то превратились в кашу из пикселей. Сложно разглядеть при таком количестве шумов что-то, но это похожая ситуация с камерами Eagle, которые выкручивают усиление просто на максимум и за счет этого вытягивают картинку хоть как-то. На низком контрасте картинка становится более реалистичной, но такая картинка, которую показывают и другие, в принципе, камеры. Достаточно мало шумов, но и картинка сама становится достаточно темной. После этого отключился свет вот здесь, который позади был, потому что на остальных камерах его здесь уже не было, и картинка вообще превратилась просто в сплошную кашу. Да, есть видимость вот этого дома, его разглядеть все еще можно, как бы грани какие-то есть, но все-таки шума достаточно много, камера не справляется, но учитывая, что это прям реально кромешная тьма практически. В таких ситуациях практически никто в наше время не летает. Итак, в сравнении участвуют камеры Runcam Sparrow Micro, Eagle Micro, SDR 1 Micro. Да, здесь еще SDR 1, хотя в ближайшие несколько дней, я думаю, сделал уже обзор на SDR 2. Посмотрим, чем она отличается от первой версии. Также Monster Micro и Predator Micro. Sparrow Micro и Predator Micro прям очень сильно похожи, очень сильно, но у Predator чуть-чуть светлее картинка, очень сильно кажется, что вообще на самом деле это одинаковые практически камеры по железу, потому что манюшка у Predator, например, ОСЗ встроенная была точно такая же, но скорее всего они используют одинаковую технологию обработки изображений. Возможно, чуть другой сенсор, возможно, а возможно и нет, потому что реально картинка прям очень сильно похожа, но у Predator выглядит как будто чуть-чуть больше чуки, он все-таки чуть-чуть светлее моменты ловит. Особенно это видно, например, вот здесь вот хорошо, где машины все еще видно, например, на Predator, а на Sparrow уже на самом деле нет, потому что здесь они сливаются в кашу, на Predator все еще чуть-чуть видно. SDR 1, конечно, стоит особнячком, вот этот Starlight Sensor от Sony, он весьма неплох, у него очень хорошая чуйка, камера не переходит в черно-белый режим, поэтому она, ну, как может, так и вытягивает, но она даже, в принципе, цвета какие-то вытягивает, хотя бы они больше похожи, конечно, на шум, но, тем не менее, персикового цвета, цвет такой желтоватый, небо такое здесь темно-синее и так далее. Хотя, что касается игла с невероятно заданным усилением, он, конечно, показывает картинку самую сочную и яркую из всех, он показывает, во-первых, цветную, во-вторых, достаточно много света. Как видно, даже здесь можно какие-то оттенки неба различить, что, в принципе, неплохо. Вон там позади, видимо, какое-то освещение от города, и вот это вот на единственной камере, на которой это более-менее видно в цветах, это вот игл. Что касается Predator, ну, я уже говорил, он достаточно похож на Sparrow Micro, но в вечернее время у него чуть-чуть выше чуйка. Возможно, это настройки подкручены в самой камере немножко по-другому. Понятно, люди не берут такие камеры, именно чтобы летать ночью, но, тем не менее, если вы летаете вечером, это тоже, конечно, сказывается. А игл, конечно, даст вам самую лучшую картиночку, прямо она будет достаточно яркая, ну, хотя, несмотря на то, что очень-очень много шумов, но, тем не менее, ее хотя бы видно. А вот, например, Sparrow и Predator, на самом деле, очень похожие камеры, Sparrow лишь отличаются тем, что она резко переключает все свои настройки в автоматическом режиме, что очень неприятно и очень сильно бросается в глаза. Что касается камеры Predator, она мягко переключает эти настройки, очень плавно, даже если что-то там, да, изменяется освещение, изменяется баланс цветов, баланс белого, то камера плавно подтягивает до нужного уровня, вы не замечаете, вам это не приносит каких-то особых неудобств. По поводу камеры, знаете, что я вам скажу? Она что-то очень-очень сильно похожа на камеру Foxier Predator. Очень сильно цвета похожа, но я бы сказал, что она немножко хуже работает. Она работает хуже, чем Predator. Хотя, в принципе, по-моему, по железу это то же самое. Проблема в том, что у него постоянно скачет баланс белого. Она то желтит цвета, то зеленит, то еще что-то происходит, то фиолетовые какие-то оттенки. Когда против солнца летишь, картинка становится вся, целиком какая-то, то ли желтая, то ли зеленая. VDR неплохо работает, да, как бы все видно против цвета, но цвета, опять же, очень насыщенные, как вот то же самое, в принципе, как у Predator, но у него плавно переключаются все эти режимы. Здесь же режимы очень быстро переключаются, то есть баланс белого быстро скачет. Из-за этого, пока вы разворачиваете, что у вас картинка три раза успевает цвет поменять. Это не особо приятно. И вот я сейчас летал, в какие-то моменты я смотрю на картинку, и она просто полностью одного цвета получается. Я не знаю, как это происходит, хотя вокруг, как бы вот, со всех сторон разные ситуации. Есть и равномерно освещенная ситуация, есть и вон там солнце полузакатное. Да, вот у меня, например, телефон вообще ничего не видит. Я не сказал бы, что эта камера настолько хороша, как ее в последнее время стали рекламировать и хайпить, но вот такое. Очень похоже на аналогичную камеру от синего бренда, но на самом деле я бы вот эту камеру не брал. Я бы брал все-таки ту камеру, та камера чуть-чуть иначе. Не знаю, насколько эта камера крашу и устойчива. В целом, камера мне, ну, скажем, не очень сильно понравилась, такое себе. Если понравился вам этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядьте в описание. Камеру я, конечно же, оставлю здесь, буду летать, возможно, я привыкну. Возможно, чуть позже появятся какие-то оптимальные настройки, возможно, прошивку обновят в этих камерах. Ну, ОСД работает нормально, но вот именно по цветам, как они все время скачут, то в одну сторону, то в другую, это мне не особо нравится. На этом все, пока.